Скоро в Одессе новый сезон! Билеты на концерт.ua, укртикет и сайте дизельшоу.ком Приборы? Есть приборы. Готовность? Есть готовность. Убрать закрылки? Убираю. Вигнать курицу? А, есть выигнать курицу. Подождите, подождите. Ребята, мне нужна ваша помощь. Что, Ян, опять твой бивший на борту? Да нет, просто, понимаете, я уже восемь лет работаю стюардессой, и мне так уже изрядно надоели эти стандартные жесты. И я решила придумать новый, так сказать, ноу-хау. И хочу их проверить на пассажирах. Представляю эти жесты. От нас-то что нужно? Нет, я хочу проверить, все ли понятно. Давай. Хорошо. Жест номер один. И что он означает? Это означает, что твоего парня вот такой маленький. Гурген Георгиевич, нет. Это обозначает, уважаемые пассажиры, нам до посадки осталось чуть-чуть. Пожалуйста, проверьте, пристегнуты ли у вас ремни. Класс. Да? Класс. Все, мы будем взлетать? Нет, сейчас второй еще. Смотрите. А, можно я угадаю? Я сейчас замолкаю и не буду мешать пилотам взлетать. Супер, понятно. Нет, уважните. Нет, это обозначает, уважаемые пассажиры, мы влетаем в зону турбулентности. Пожалуйста, проверьте наличие бумажных пакетов. Класс! Супер. Яночка, слушай, мы сейчас пропустим очередь на взлет, ладно? Нет, и еще третий, последний. И что это? Посмотрите, у меня новое колечко. Маникюр смотри, какой у меня. А, я знаю, я морочу голову пилотам, и одному из них уже плохо. Женя, нет. Это обозначает. Уважаемые пассажиры, не переживайте, досядем мы с одним двигателем. Я обещаю. Яна. А знаешь что, покажи им еще вот этот жест. Что означает, шампанское закончилось. О, клево, спасибо. Нет, нет, лучше смотри мой жест. Куркин Кигурович, а что это обозначает? Это обозначает, если ты вертихвостка, сейчас же не видишь отсюда. Я тебе голову отору, в маной кернусь. Хорошо. Хорошо. Ну все, мы решили? Да, да, определились, все. Итак, вы хотите поехать туда, где тепло. Я правильно понял? Да, в Одессу. Хорошо. Какая Одесса, Саша? Ну а что, там по-любому теплее, чем здесь, в Киеве. Значит, оформляем Одессу? Нет. Мы хотим поехать туда, где очень тепло. Ага. Развлечений там вообще никаких, поэтому мы едем на Кимбургскую косу с палатками. С какими палатками? С двухместными. А что, там развлечений полно. Комары, пауки, гадюки. Давай, давай, возьми еще своих друзей-алкоголиков. Я уже пять лет так развлекалась. То есть, коса отпадает, я так поняла. Да. Мы хотим поехать в очень теплую страну. Например, та... Татарстан. Какой Татарстан? Нет, Таиланд. И чтобы там был пятизвездочный... Коньяк. Отель, Саша, отель. С видом на... Город. Не на город. Я хочу с видом на море. Я хочу тайский массаж, хочу экскурсии. Ладно, ладно. С этим согласен. Но удобства, чтобы были, на улице. Какие удобства на улице? Ты задолбался своим диким отдыхом. Да доели эти палатки, эти гитары, комары, клещи, туалет в кустниках, друзялка, алкоголики. Все, хватит, хватит. Вообще, после твоего отдыха даже Коблева покажется райским уголком. Ну, Коблева так Коблева. Я еще одна Коблева, я с тобой разведусь. Вы знаете, друзья мои, я поняла. Давайте я вам оформлю Таиланд, а вам Коблева. Там реально все удобства на улице. Я согласен. А что? Ну что ж, я тогда покупаю купальник. Там не как с твоими друзьями. Там одетой нужно купаться. Спасибо. Все, оформляйте. Алло, Серега, привет. Все, неделю я с вами на рыбалке. Да, берите еще на ящичек больше. Ага. Все, давай, пока. Так, женщина, Таиланд оформляйте. Коблева не оформляйте. Деньги мне верните. За Коблева. Спасибо. Ну что ж, интерн Баранов. Билет номер семь. Удаление аппендицита. Приступайте. Значит, для этой операции нам нужен скальпель, которым мы делаем аккуратный надрез чуть выше паха с правой стороны. Правильно? А я не знаю, правильно или неправильно. Это экзамен. А во время экзамена я ничего не знаю. Проводим вот это. А-а-а! Что-то не так. Что? Что? Вот это уже хорошо. Что не так? Спирт. Спиртом надо было протереть скальпель, а не выпить. Нет, я вас так и учил. Ну, еще, еще думай. Чего-то не хватает. А чего не хватает? Мозгов тебе не хватает, Баранов. И знаний. Ну, думай, что у тебя пациент орет? Я не знаю. Моя девушка тоже на меня орет без причины. Баранов, я вообще не понимаю, как ты до интернов доучился? Мне Сомов все подсказывает. Ну, вот пусть Сомов тебе сейчас и подскажет. Фу. Он забыл вколоть мне наркоз. Бинго! Ты понимаешь, почему я ему автоматом поставил? Да. Вот, иди, пересдавать будешь. Ой, наркоз. Егор Григорьевич, можно на операционном столе вместо меня кто-то другой на этих экзаменах лежать будет? Ты что, Сомов? Если не ты, то кто же? Кто же им будет подсказывать? Кроме тебя же эту операцию никто и не знает. Егор Григорьевич, а если кто-то действительно вколет наркоз, и я не проснусь? Ну что, тогда, значит, твою повышенную стипендию будет получать за тебя Баранов. Мнюю стипендию? Я потерпел. Вот это другое разговор. Следующий. Молодец. Следующий. Чем я могу вам помочь? Мы с женой ждем ребеночка. Я вижу. Да, и хотим взять кредит на жилье. Расскажите, какие условия, как платить? Ну, смотрите, условия кредитования в нашем банке – это только ваш паспорт, код и вперед. А вот все остальные финансовые расчеты будут зависеть от суммы стоимости вашей квартиры. Вы уже выбрали что-нибудь? Да, квартира стоит 100 тысяч долларов. Сразу хотим взять трехкомнатную, потому что на одном ребеночке останавливаться не будем. А вы можете посчитать, вот если мы возьмем кредит на 20 лет, сколько платить надо? Сейчас. А, так, с учетом всех процентов и комиссий нужно будет выплачивать по 1400 долларов в месяц. Многовато. А если на 30 лет? А на 30 – 1100 в месяц. Все равно многовато. Слушайте, а если вот на 50 лет? 700. Да что ж, многовато. Тем более я сейчас безработный временно. Слушайте, а посчитать вот на максимальный срок? Я, конечно, могу, но вы должны понимать, что если вы этот кредит при жизни не выплатите, то долг ляжет на плечи вашим ближайшим родственникам. Я понимаю. Ну а что поделаешь? Купка, готов денюжку? В трешку переезжаем. Саша! Было бы классно, если бы там двойня была. А лучше тройня. Это сразу кредит. Три раза быстрее отдали. Вот сам бы тройня рожала. Считайте на 120 лет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Свачь! Ну настоящие сволочи! Я вам честно говорю, я нормально припарковался, нормально. Меня можно было объехать и справа, и слева. Вы! И это же не в первый раз такое происходит. Мне кажется, эта сволочь преследует меня. Я! И он меня даже в другом городе однажды нашел, представляете? А я всегда паркуюсь нормально, это мое правило, я стараюсь не мешать людям. Да, но... И если что-то вижу, нельзя припарковаться. Я стараюсь припарковаться где-то на клумбе или на тротуаре, ну чтобы не мешать на клумбе, понимаете? Разумеется! Снимите эти надписи. Я постараюсь. Хорошо. Вы только сначала с мастера нашего съедьте и перепаркуйтесь нормально. Ой, ну ты... Мудак! Как же? Я... Я... Я же нормально припарковался. Я всегда нормально паркуюсь. Знаете, вам очень идет. Очень красиво. Пожалуй, так и оставим. Как так? Ребята, ну нельзя же так оставить. Ребята, ну пожалуйста. Скучно. Не говори. Никаких новостей. Слушай, а может нас опять в кого-то переименовали, а? Вот ты знаешь, хочется чем-то заняться. Вот руки прям чешутся, работы хочется. Да. О! Мусорье! Здрасте! Эй! Эй! Мужик, ты что, страх потерял? Или смелость нашел? Да мы тебя. Че? Че вы меня? А? Че зенки вылупили? Нажрали свои... Бузяки. Ничего, ничего. Скоро лапу сосать будем, да? Да мы тебя сейчас... Ну, ну, че, че? На пятнадцать суток. Ха-ха-ха. И напугал ежа голой задницей. Ха-ха-ха. Да вас раньше разгонят. Не пройдете аттестацию и что? За собаками убирать, да? Так, мужик, ты лучше не зли меня. А то че? Че, а? А то мое терпение не резиновое. Ага, ага, ага. Че? В отличие от этого. Фу. А ты сразу не понял, что ты мазохист? Да не. У меня таких не было раньше, я только слышал. А ты когда понял? Когда дубинку об него сломал. Тогда и сразу понял. Мазохист. Да, матерый попался. Ага. Еле успокоили. Э-э-э-э-э. Я вообще-то еще здесь. О, мужики, ну молодцы. Вот это профессионалы. О. Не то, что новая полиция. Я сейчас... Будьте любезны, успокойтесь. Максимум штраф. Выписут и все. А вы... Эх. Чувствуется, старышко. Вот я бы вас как раритет заставил. Без аттестации. Твою мать! Яна! Что вот это такое? Ботинок. Ты что, меня изменяешь? С ботинком? Яна, не морочь мне голову, где он? Саш, ну ты... А-а-а. Вот ты где. А ну иди сюда, тварь. Саш. Я не тварь, я гражданин. Полицейские не имеют права так общаться с гражданами. С гражданами, да. Но ты-то тварь. Нет. Я гражданин. У меня и паспорт есть. Посмотрите там в штанах. Я тебе сейчас в трусы загляну и кое-что тебе оторву. Саш, давай не будем ничего отрывать. Как это не будем? Будем, будем. Полицейские не имеют права рукоприкладствовать. А кто сказал, что я тебя буду трогать руками? А ну-ка, вылазь! Но это же противозаконно. Почему это противозаконно? Об этом никто не узнает. Ну как же? У вас же камера на груди, она все пишет. Ну да. Что же с тобой делать-то, а? Сфотографировать и отпустить. Что? Матюкаться тоже не советую. Вас за это могут уволить. Да? А кто же ты меня уволит? А? Ты что ли? Я. А, это... Здравия желаю. Виделись. Саша, тут такое дело. Ты же хотел в новую полицию. А, твое начальство взяток не берет. И вот пришлось договариваться так, как умею. И вот до сих пор договариваемся. Подожди, я уже полгода как в полиции работаю. А ты же повышение хочешь? Хочу. Вот, и... Лейтенанта хочу. Как скажешь. За лейтенанта. За лейтенанта. Ну, я так понимаю, инцидент исчерпан. Все, я на патрулирование. Лейтенанта. Да, я уже как-то перехотел. Если вдруг помощь нужна какая-то, вызывайте 14-й патруль. Да, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Сильно? Понял, сильно. Что-то еще? А, и задний тоже. Как это вас угораздило? Понял, понял. Жена. Ладно, все сделаем, не переживайте. Давайте ключики. На следующей неделе заберете. Да не за что, не за что. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Молодой еще. Учим, мучим, мучим. Мучим. А мне разъяснить, что он хотел? Да что он хотел? Что непонятного? Передний бампер поменять, задний бампер поменять. И радиатор запаять. А как ты это все разобрал? Ну как? У меня когда жена училась машину водить, я точно так же ходил. Вот это... Нах, 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 нах. Блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю-блю. Вот. Учись, молодой. На краях Ребята, да я бодрячком Бодрячком? Вот и выходите из машины бодрячком Пожалуйста Ладно, пожалуйста Вот, вот Вот, пожалуйста Я танцы потянула, наверное, пьяный Пьяный, да? Слушайте, ну чего вы ко мне прицепились, а? Ну что мне сделать, чтобы вы меня отпустили? А что нужно сделать водителю, чтобы проснуться? Чтобы проснуться, вам нужно выпить кофе Хорошо И где я тут найду вам кофе? Пройдемте к нашему автомобилю Прошу Эспрессо, американо, капучино, латте Эспрессо? Десяточка, пожалуйста Сохрань без Без Всего хорошего Спасибо Счастливого пути До свидания Ну вот, и подработочка, и людям помогаем Кстати, людям помочь Седьмой-седьмой, я девятый Готовь шаурмук Тебе клиент едет Злой Голодный, наверное Слыхал? Бодрячком Вот бодрячком Хватит, наверное, с себя кофе сегодня Поехали ловить бандитов, а? Поехали Уж поспишь, а? Поехали, поехали Поехали Сирша отошла Что вас интересует? Внученька, глянь, а? На мою пенсионную карточку накапала уж пенсия чне Дедушка, ну только пятнадцатое число Ну, я боюсь, до двадцать пятого не доживу Мне ж девяносто девять лет уже Вы так каждый раз говорите И каждый месяц приходите А я так ему в пенсионном фонде и сказал Что пока еще что заработал мне не выплатят Во, я им умру, во По моим подсчетам Еще тридцать лет Три месяца и три дня, во Это одному богу известно Внученька У нас бог, это правительство Оно решает, сколько жить пенсионерам Сколько нет, во Ну, чего? Что там? У вас тут пять миллионов Ну, я же ору, какие-то копейки плачет А, что? Пять миллионов? Неужели правительство оценило заслуги-то? Ой, пятьдесят лет у шахте Сорок лет в больницах И тут на столетний юбилей Это такая премия Да нет, дедушка, не может наша родина так заслуги ценить Это какой-то сбой Сбой у тебя в голове дурная Быстро плачи мне все Выплачивайте мне мои деньги Поймите, это какие-то неполадки Я сейчас менеджеру позвоню и все Не надо никому звонить Сказал, не надо, быстро деньги плачи Это, наверное, какая-то ошибка, понимаете, дедушка? Ошибка наверняка Ошибка природы Быстро Быстро все деньги мне Охрана! Чего ты, охрана? Я ж тебя не насилую В возраст уже не тот Ты что старый творишь, а? Спинка отсюда хочешь вылететь, а? Я спрашиваю А, где-то... Внучок Что? Там пять лямов моих Заберешь два твоих Вика Ты почему ветерана труда задерживаешь, а? Сейчас, дедушка Быстро плати ему деньги Быстро Да пойми, Олег Тут какие-то неполадки Не может на пенсионной карточке быть пять миллионов долларов Доллар? Ой Ку-ля Спасибо тебе большое Сейчас все порешаем Вика, быстро плати ему деньги Еще два миллиона? Эта пенсия за последний месяц пришла Ой, ой, сволочи Деда Ой, гады Дедушка Это они решили от меня так избавиться Еще в один день выплатили до копеечки Деда Деда, 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 держись, деда, деда Малокардина накапай, быстро, быстро накапай Он пин-код сказал Нет Тогда быстро накапай Дедушка, держись Дедушка Деда, деда Дедушка 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 Дедушка, проснитесь Что, задремали? Я посмотрела У вас на карточке есть задолженность А пенсия еще не пришла Ой Так это что, я Поживу еще, получается О, спасибо нашему правительству Они ж пенсионерам жизнь продлевают Молодцы Здравствуйте Здравствуйте, девушка Могу предложить вам Египет Хватит, спасибо Мы только оттуда А вы меня не помните, нет? Вы знаете, у меня за целый день тут столько ходит Мелькает любителей халявного отдыха И такой же еды, что все и не упомнишь Вы, наверное, и его не очень хорошо помните, да? А что вы играете? Помню, не помню Чего вы хотите? Чего я хочу? Ага Знаете, чего я хочу? Я хочу, чтобы вы мне вернули моего мужа А это кто? Вот это вот? Да Это жертва олл инклюзива Бутин проклят Это чемпион отеля по жратве Это самый большой живот побережья Да чего там это? Мистер Добавка От него персонал убегал с криками Ааа, помогите, этот хухуль нас ужрет Ааа Настоящий мужчина, вы знаете, должен хорошо кушать Да, хорошо кушать Хорошо кушать Но теперь он не влазит ни в один свой костюм Мало того, он наполовину влазит в мини-купер Мог он после отдыха немного поправиться? Немножко поправиться? Немножко, понимаете? А я ехала отдыхать вот с этим человеком Ого Ага, а вернулась с верблюдом Который отрастил себе горб с запасом еды Только спереди Что ты все в рот тянешь? Чем вы недовольны? Ах, чем я недовольна? Я недовольна своей личной жизнью Мало того, что он все время что-то жрет, жрет, жрет Он меня два раза чуть не раздавил Выплюнь каку Так вот, делайте, что хотите Но верните мне вот этого человека Делать, что хочу? Да, да Девушка, я, пожалуй, вашего мужа себе заберу Готовлю я хорошо А большие мужчины никогда меня не смущали Девушка, это вы своего мужа закармливайте А моего колобочка я сама лепить буду Ясно? Пошли домой Домой Иди на Иди на За мной За мной Для того, чтобы откормить мужа, нужно его сначала иметь Знаете, коллега, я вот такой думал, думал, думал и понял Что понял? Понял я, что все это время я не о том думал О чем надо было думать? А вот думать надо было как раз о том, о чем я еще пока не думал Например, что мы как-то грустно проводим нашу пятницу, коллега Согласен, коллега Предлагаю спор Кто до конца рабочего дня хоть слово скажет Тот всю следующую неделю будет отрабатывать клиентов победителя Неплохо, но мелковато Предлагаю поднять ставки Кто проиграет, тот Вонючка Ну ты зверь Нет, нет, нет Ладно, давай Уважаемые коллеги Прости, господи Кто хочет на этих выходных поработать? Я, конечно, понимаю, что желание не у всех Но это дополнительно оплачивается Так у меня нет времени ждать ваш ответ Я считаю, до трех, если вы не ответите То я вас обоих увольняю Я вас слушаю Раз Два Ладно, я согласен Ну вот и отлично Евгений наш доброволец Ах, да, Евгений, хотела спросить А у тебя есть загрампаспорт? В смысле? Ну в смысле, книжечка такая с твоей фотографией Там буковки все иностранные Есть Значит, на этих выходных ты летишь со мной в Париж На конференцию офисных работников Готовься А зато ты вонючка Французская вонючка Бай-бай Па-па Ну езжай в свой вонючий Париж Вонючка А пахучка Будет здесь работать На краях Ну, батенька Слушаю вас Фамилия, имя Женя Лабутенко Пишите Женя Лабутенко Смешная фамилия Что вас беспокоит? Знаете, доктор В груди какие-то вот Неприятные ощущения Такие, знаете, как припухлости Припухлости Смешное слово Ну-ка, давайте Ваши припухлости Да нет, у вас тут Сплошные в пухлости В пухлости Тоже смешное слово Пишите При осмотре Никаких припухлостей Не обнаружено Как и груди, собственно Тоже Доктор, вы неправильно меня поняли А что У вас есть какие-то Другие симптомы? Да, знаете Молоко куда-то пропало Где пропало? В холодильнике пропало? Почему в холодильнике? Нет В груди пропало Ребенка кормить нечем Сухоли В груди Так что же вы хотите, Женя Лабутенко? Против природы ты не попрешь Вы, кстати Видели себя Ниже груди-то? Видел А что там? Что-то не так? Пишите Женя Лабутенко Сильная близорукость Пациент не видит Дальше 40 сантиметров Близорукость Еще у меня для вас неожиданная информация Вы Мужчинка Да? Ну, это я знаю Что я мужчина А, вы в курсе? Тогда Близорукость не подходит Пишите заново Пишите Новый диагноз Женя Лабутенко Шизофрения Да какая шизофрения? Буйная Пишите Голубчик, вы успокойтесь Вам просто нужно сходить к психиатру В 14 кабинет Доктор, да мне не нужно к психиатру Мне вообще к врачам не надо Вообще не надо? Нет А почему же вы, собственно, пришли? Моя жена неважно себя чувствует А ребенка оставить не с кем Вот она меня Вместо себя И прислала Чтоб я ее симптомы вам рассказал Слушали Когда продиктуйте Сестричке свой адрес К вам подъедет Водитель троллейбуса И осмотрит Вашу жену А почему вы водитель троллейбуса? Да потому что Я-то с работы уйти не могу А приедет вашу жену Осматривает моя жена Она работает водителем троллейбуса Доктор, вы что, того? Значит так, Женя Лабутенко Если еще раз придешь сюда без своей жены То припухлость будет у тебя На все лицо Правильно? Спасибо, Людочка Припухлость Смешное слово Я где-то его слышал сегодня До свидания Удачи, Женя Лабутенко На троих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин